В Магнитогорске уже во второй раз проходит конкурс рисунков «Рисуем право». Если в прошлом году он был посвящен 25-летию Российской Конституции, то на этот раз поводом для вдохновения стал другой юбилей. Четверть века исполняется Гражданскому кодексу. В конкурсе участвуют около 15 образовательных учреждений. Больше всего работ на суд жюри представила детская художественная школа. Накануне там наградили авторов лучших картин. Полное название конкурса на этот раз звучит так. «Рисуем право» 25 лет Гражданскому кодексу «Старт в магнитке». И это вполне отражает действительность. Магнитогорск можно назвать меккой российской цивилистики. Четверть века назад в нашем городе состоялась конференция. На ней обсуждались положения, которые в дальнейшем легли в основу этого кодекса. Активное участие тогда принимало и правовое управление ММК. Это было очень серьезное юридическое событие в то время, не только для города Магнитогорска, но и для страны в целом. То есть ученые-правоведы обсуждали вновь действующий кодекс и вырабатывали практику его применения. Магнитогорску повезло не только 25 лет назад. Мы на самом деле проводили конференцию у себя под эгидой Павла Владимировича, под эгидой школы частного права и при введении второй части кодекса, и третьей, и четвертой. И я думаю, что вот эти события, они очень серьезно повлияли на жизнь в городе Магнитогорске. Гражданский кодекс – это один из самых важных сборников законов в стране. В сфере гражданского права он имеет приоритет перед другими федеральными законами. Казалось бы, как изобразительное искусство сможет выразить то или иное его положение. Впрочем, многим юным дарованием это удалось. Самое активное участие в конкурсе приняли воспитанники детской художественной школы. Каждый из них был отмечен почетной грамотой и сладким призом. Ну а трое авторов лучших работ получили в подарок из рук начальника правового управления ПАО ММК Сергея Шипилова книги, связанные с изобразительным искусством. Наши преподаватели в художественной школе постоянно ищут нам возможности проявить наш талант и показать его всему миру. Поэтому мы ищем различные интересные конкурсы, фестивали, соревнования. Интересно посмотреть на технику других ребят, как они работают, может быть, что-нибудь у них перенять. Или показать то, как я могу это делать, то, как я вижу эту тему. Конкурс «Рисуем право» в прошлом году получил одобрение на самом высоком уровне. Его инициатором стал депутат Государственной Думы, председатель попечительского совета Центра правовой информации Павел Крашенинников. Право – не некая абстрактная категория, а часть их жизни. Оно пронизывает абсолютно все. Это сделки, это обмены, это товары, это заключение их имущественных и даже личных отношений. И чем раньше наши дети не только на уроках общества знания, где, может быть, есть какая-то сухость определенная или академизм, а в жизни, в своем творчестве, в работах об этом поговорят, тем лучше, тем более просвещенным. И, значит, защищенным станет каждый наш маленький магнитогорский ребенок потом. О том, какие работы будут признаны лучшими, станет известно чуть позже. Отметим, победителей ждут солидные денежные премии. Кроме того, так же, как и в прошлом году, из лучших иллюстраций будет напечатан особый альбом. Павел Берсенев, Виктор Исаев, телекомпания ТВИ.